Всем привет! На связи Артём Лукьянов, автор сайта VideoSmile.ru И в сегодняшнем уроке мы будем создавать вот такую вот стильную 3D комнату. А заодно разместим в ней текст и немного анимируем положение камеры. И вначале хотелось бы отметить, что для этого урока нам понадобятся две текстуры ржавого металла, наподобие вот этих вот. Вот первая. Вот вторая. Их вы легко сможете найти в интернете. Сразу скажу, что эти текстуры будут использоваться в качестве стен нашей 3D комнаты. Окей. Открываем Photoshop и закидываем в него две скачанные текстурки. Здесь выбираем инструмент Gradient. Вот он находится на панели Tools. Далее переходим в редактор градиентов. И здесь создайте вот такой вот градиент. От черного к серому и опять к черному. Нажмите ОК. Далее создайте новый слой. Идем в слои, новый слой. Нажимаем ОК. Или просто кликните вот по этой вот кнопке. Переходим к основному окну и проводим градиент сверху вниз. Вот так вот. Теперь возвращаемся к панели слои. Переходим вот к этому окошку, где расположены режимы смешивания. И выбираем или перекрытие, или яркий свет. У кого Photoshop английской версии, то перекрытие будет Overlay. И яркий свет это Vivid Light. Так, давайте попробуем яркий свет. Вот, в принципе, вполне приемлемый результат. Сохраняем это изображение. Идем в файл. Сохранить как. Выбираем тип файла JPEG. Такая будет называться просто один. Сохраняем. ОК. Так, переходим ко второму изображению. Опять же, проводим градиент. Стоп, 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 стоп. Мы забыли создать новый слой. Кликаем по кнопке New Layer. И создаем градиент. Опять же, переходим к окошку, где расположены режимы смешивания. И выбираем. Ну, давайте теперь попробуем выбрать перекрытие. Вот, супер. Опять же, идем в файл. Сохранить как. И сохраняем как JPEG изображение. Все, теперь можно закрыть Photoshop. И открыть Adobe After Effects. Здесь сразу переходим к панели Project. Делаем двойной клик. И импортируем только что созданные изображения 1 и 2. Переносим одно изображение на кнопку Create New Composition, чтобы создать новую композицию. И я сразу хочу уточнить, что изображение под номером 1 будет использоваться у меня в качестве боковых стен. А изображение номер 2 в качестве пола, потолка и задней стены. Супер. Переводим изображение под номером 1 в 3D режим. Далее выбираем инструмент Rotation. Наводим его на ось Y и вращаем на 90 градусов. Вот так вот. Чтобы оно у нас исчезло. Далее обратно выбираем инструмент Selection Tool. Наводим его на ось Z. И перемещаем нашу стену до края кадра. Вот так вот. Теперь выделяем этот слой на панели Timeline. И нажимаем сочетание клавиш Ctrl D, чтобы создать его дубликат. Наводим курсор на ось Z и перемещаем дубликат в правую сторону, чтобы создать правую стену. А теперь займемся созданием пола и потолка. Для этого перетаскиваем изображение под номером 2 на панель Timeline. Далее переводим это изображение в 3D режим. Выбираем инструмент Rotation Tool и поворачиваем наше изображение на 90 градусов вокруг оси Z. Чтобы затемненные края, которые мы создавали в фотошопе, оказались по бокам. Далее опять же при помощи инструмента Rotation Tool поворачиваем данное изображение на 90 градусов вокруг оси Y. Вот так вот. Теперь выбираем инструмент Selection Tool и за ось Z опускаем изображение на пол. Немного приподнимем боковые стенки. Супер! Так, нам осталось лишь создать потолок и заднюю стенку. Но прежде давайте создадим новую камеру. Идем в Layer New Camera. Здесь выберите 35-мм пресет и нажмите ОК. После создания камеры выбираем инструмент Track Z Camera Tool и отодвигаем нашу камеру немного назад. Теперь выбираем XY Camera Tool и передвигаем камеру немного вверх. Супер! Опять же выбираем инструмент Selection. Далее выделяем слой с полом на панели Timeline. Нажимаем сочетание клавиш Ctrl D, чтобы создать его дубликат. И тянем за ось Z, чтобы создать потолок. Вот так вот. Супер! Все! Основной каркас мы создали. Нам осталось лишь создать заднюю стенку. Но прежде давайте пробежимся по видам и посмотрим, не выходят ли у нас какие-нибудь края за границу трубы. Так, здесь вроде все ровно. Теперь вид сверху. И здесь все стенки находятся на одном уровне. Супер! Опять же возвращаем вид Active Camera. И теперь давайте приступим к созданию задней стенки. Для этого выделяем слой с потолком или с полом на панели Timeline. Нажимаем сочетание клавиш Ctrl D, чтобы создать дубликат. Немного приподнимем его. Далее выбираем инструмент Rotation. Поворачиваем его на 90 градусов вокруг оси Y. На те же 90 градусов поворачиваем слой и вокруг оси Z. Отлично! Теперь выбираем инструмент Selection. Наводим его на ось Z и отодвигаем заднюю стенку прямо до конца. Вы можете изменить режим отображения, вернее вид на Top и посмотреть, где находится наша задняя стенка. Супер! Опять возвращаем вид Active Camera. Здесь исправляем небольшие недочеты. Вот так вот. Все, задняя стенка у нас готова. Теперь можете изменить вид на Custom View. Далее выбрать инструмент Orbit Camera 2 и посмотреть, что у нас получилось. Получилась у нас вот такая вот симпатичная ржавая труба. Как бы странно это ни звучало. Вот так вот мы умудрились превратить After Effects в 3D редактор. Так, возвращаем вид Active Camera и приступаем к дальнейшей работе. А следующим шагом мы будем создавать источник света. Поэтому идем в Layer New Light. Так, выбираем точечный источник света. Изменяем его интенсивность на 250%. Выберите синий цвет и нажмите ОК. Получилось у нас вот такое вот симпатичненькое синее освещение. Супер. Как вы видите, наша труба получилась довольно-таки небольшой по своим размерам. Давайте увеличим ее протяженность при помощи эффекта Motion Tile. Переходим к панели Effects and Presets и находим эффект Motion Tile. Прежде чем начать работу с эффекта Motion Tile, давайте выделим слой с задней стенкой на панели Timeline. И назовем его, пускай будет Back, чтобы отличать его от всех остальных слоев. Переместим его в самый низ. Супер. И теперь давайте займемся эффектом Motion Tile. Переносим его на одну из стенок, без разницы какую. Здесь изменяем значение Output Width со 100 на 500. И длина боковой правой стенки изменилась. Давайте выберем инструмент Track Z Camera Tool и посмотрим на сколько. Так, кстати, чтобы не было видно вот этих вот стыковых полос, давайте поставим галочку в чекбоксе Mirror Edges. Супер. Копируем эффект Motion Tile, кликая по нему в панели Effect Controls. Нажимаем сочетание клавиш Ctrl-C. Далее переходим к панели Timeline. Выделяем все остальные слои, кроме задней стенки. И нажимаем сочетание клавиш Ctrl-V. В итоге мы получаем вот такую вот длинную-длинную 3D комнату. Больше похоже на какую-то старую ржавую вентиляционную трубу. Так, супер. Так как мы изменили длину нашей трубы или комнаты, как вам угодно, давайте передвинем теперь заднюю стенку немного назад. Выбираем инструмент Selection, наводим на ось Z и отодвигаем заднюю стенку подальше от нас. Примерно вот так вот. Супер. Наша картинка выглядит не совсем реалистично. А виной этому задняя стенка. Уж слишком она у нас яркая. Чтобы исправить это, давайте перейдем к панели Effects & Presets и найдем эффект Exposure. Так, он находится в группе эффектов Color Correction. Переносим его на слой Back, то есть слой с задней стенкой. Здесь изменяем значение параметра Exposure примерно на минус 4, минус 5 единиц. Теперь задняя стенка затемнена и не вызывает никаких пререканий. Супер. Далее давайте переместим источник света немного от нас и приступим к созданию текста. Для этого выбираем инструмент Type Tool, создаем текстовую область, изменяем величину шрифта, далее изменяем сам шрифт. Так, здесь выбираем белый цвет и пишем какое-нибудь слово. И немного увеличим текстовую область. Создаем новую текстовую область и здесь пишем Smile. И размещаем их друг относительно друга. Примерно вот так вот. Далее переводим оба текстовых слоя в 3D режим. Они у нас сразу куда-то пропали, не пугайтесь, вот они. Просто они переместились на нулевую позицию относительно 3D пространства. На самом деле наши боковые стенки и палы тоже находятся в той позиции. А все остальное это просто действие эффекта Motion Tile. Так, выделяем оба текстовых слоя. Немного приподнимем их. Далее выделим источник света и поместим его прямо перед нашими текстовыми слоями. Вот так вот. Немного приблизим камеру. Отредактируем положение текстовых слоев. А также положение источника света. Супер! Так, в следующем шаге мы будем анимировать камеру, поэтому выделяем слое Camera 1 на панели Timeline. Нажимаем клавишу A, чтобы открыть параметр Point of Interest и сочетание клавиш Ctrl-P, чтобы также открыть параметр Position. Далее выберите инструмент Track Z Camera Tool и отодвиньте камеру немного назад. Примерно вот так вот. Далее выбираем инструмент X, Y Camera Tool и размещаем камеру в правом нижнем углу. Что-то я слишком сильно отдалил. Давайте немного приблизим камеру. Немного повернем ее. Вот так вот. Супер! Так, камеру мы расположили. Теперь убедитесь, что индикатор текущего времени находится в начальной позиции. И поставьте ключевые кадры для параметров Point of Interest и Position. Так, закроем эту панельку. Она нам сейчас не нужна. Далее перемещаем индикатор текущего времени на 2 секунды вперед. Опять же, выбираем инструмент Track Z Camera Tool и немного приближаем камеру к нашему тексту. Примерно вот так вот. Далее располагаем ее вот здесь вот. И при помощи Orbit Camera Tool поворачиваем ее. Вот, отлично! Так, посмотрим, что у нас получилось. А получилось у нас то, что камера движется по такой своеобразной дуге. Теперь перемещаем индикатор текущего времени в конец композиции примерно на 8 секунд вперед. Выбираем инструмент Orbit Camera Tool и поворачиваем камеру вокруг текстовой надписи. Редактируем ее положение. И можно немного приблизить. Отлично! И в итоге у нас получилось следующее. Сначала камера быстро по дуге перемещается к текстовому слою, а потом медленно парит вокруг этой надписи. Теперь, чтобы добавить немного динамичности нашей композиции, давайте выделим слой с источником света на панели Timeline. Раскроем его параметры. Далее Light Options. И найдем параметр Intensity. Зажмите клавишу Alt и кликните по значку секундомера, чтобы добавить небольшое выражение. В строке выражения пишем Wiggle, круглую скобку, далее 3,40. Тем самым мы создали небольшое выражение, что заставит наш источник света немного моргать. Так, супер! Закроем все параметры источника света. Так, кстати, выделите кадры. Первые два кадра параметров Point of Interest и Position и нажмите клавишу F9, чтобы выполнить команду Easy Is. Ту же самую операцию проделайте и с двумя последними ключевыми кадрами. Теперь опять же будем работать с реалистичностью нашей композиции, а именно давайте раскроем все параметры Camera 1, найдем группу параметров Camera Options и включим параметр Depth of Field. Если объяснять простым языком, то этот параметр отвечает за то, чтобы размывать все те области, которые находятся вне фокуса. Теперь спуститесь чуть ниже и измените значение параметра Aperture. Это величина раскрытия объектива до 130 единиц, а значение параметра Blur Level, то есть величина размытия примерно до 160%. Супер! Все, размытия мы добились и теперь нам нужно сделать так, чтобы наша надпись на протяжении всего движения камеры была в фокусе. И в этом нам поможет параметр Focus Distance. Так, увеличим окно Timeline. Выберем один из текстовых слоев и нажмем клавишу P, чтобы открыть параметр Position. Далее, зажимаем клавишу Alt, кликаем по значку с секундомером слева от параметра Focus Distance. Удаляем все, что здесь написано и пишем Length. Открываем круглую скобку. Далее, при помощи инструмента PickWip выбираем параметр Position одного из текстовых слоев. Ставим запятую. И также при помощи инструмента PickWip выбираем параметр Position, но уже у самой камеры. И закрываем круглую скобку. Супер! Мы создали небольшое выражение, которое будет автоматически вычислять фокусное расстояние. И тем самым мы добьемся того, что наш текстовый слой всегда будет находиться в фокусе. Супер! Все! Так, сворачиваем все параметры всех слоев. Включаем Motion Blur. Кликаем по кнопке Enable Motion Blur. И теперь можно смотреть, что у нас получилось. Вау! У нас получилась классная 3D комната. И на этом я прощаюсь с вами. До встречи в следующем уроке. Продолжение следует...